В следующем году вступает в силу закон о долевом страховании жизни. Это финансовый продукт, который совмещает в себе страховую защиту и инвестирование с потенциально более высокой доходностью, чем у вклада. Нововведение придет на смену инвестиционному страхованию, которое в последние годы переживает настоящий бум, но при этом имеет существенные недостатки. Какие плюсы даст обычному россиянину долевое страхование жизни? Это мы сейчас выясним у заместителя председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. У нас на связи сенатор Александр Шендерюк-Житков. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Давайте все-таки начнем именно с инвестиционного страхования жизни или, как говорят, ИСЖ. За 23 год доходность страховых компаний от этого продукта выросла на 75%. С чем связан такой взлет популярности и почему все же у законодателей появились вопросы к этому ИСЖ? Александр, вы абсолютно правы. На сегодняшний день инвестиционное страхование жизни испытывает настоящий бум. Это топовый продукт сейчас у страховых компаний. Они, по-моему, порядка 70 миллиардов заработали, 90 миллиардов заработали страховые компании вот в этом году от инвестиционного страхования жизни. Причем абсолютно очевидно, что рост этого продукта связан в целом с ростом вклада наших граждан в депозиты. Люди ищут способы заберегать средства, и инвестиционное страхование жизни – один из способов этого забережения. Другое дело, что законодатели обратили еще в прошлом году внимание, что для гражданина, который вкладывает свои средства в инвестиционное страхование жизни, при всей заманчивости этого продукта он не прозрачен. Мы не можем определить, ни куда вкладываются средства, ни в какой пакет ценных бумаг они вкладываются, ни в какую доходность мы получаем от этого пакета. Более того, средства наши, несмотря на то, что понятно, что это такой совместный продукт, с одной стороны мы страхуем нашу жизнь, а с другой стороны мы сберегаем средства, при этом гарантии наши и права наши по данному продукту не так четкие и понятны, как, допустим, в депозитах или в инвестировании в рынок ценных бумаг. Поэтому, собственно говоря, для того, чтобы перестать давать возможность продавать страховым компаниям ката в мешке, был разработан закон, и, по сути дела, инвестиционное страхование жизни еще год всего будет работать, до 1 января 1926 года, но с 1 января 1925 года появится новый продукт, который принципиально меняет схему страхования жизни. Тогда чем все-таки далевое страхование жизни будет принципиально отличаться от инвестиционного? Вы знаете, далевое страхование жизни – это, по сути дела, инвестиционный продукт, где застрахованное лицо абсолютно прозрачно видит все свои сбережения. Ну, во-первых, хочу обратить внимание, что сам продукт будет делиться на инвестиционную часть и страховую часть, при этом страховая часть, которая будет находиться в распоряжении, в прямом распоряжении компании, страховой компании будет всего лишь чуть меньше 1%, а 99% будет находиться в полном контроле того лица, который размещает свои средства. При этом сами средства тоже четко определяются, мы сами сможем определить, куда эти средства направлять, и направляться они будут в паевые инвестиционные фонды, в зависимости от объема этих средств, это будут либо закрытые паевые инвестиционные фонды, либо открытые паевые инвестиционные фонды. Застрахованному лицу будет понятен и объем дохода, который он получает, и какие конкретно ценные бумаги в этом фонде находятся. Ну, то есть средства будут абсолютно прозрачны, это будет традиционное, по сути дела, сопоставимое с традиционным инвестированием, ну и самое главное, они будут в безопасности, они будут в том числе находиться под контролем Центрального банка Российской Федерации. Правильно ли я понимаю, что будет прописано в законе соотношение страховой и инвестиционных частей нового финансового продукта? Есть ли, кстати, минимальный порог взноса? Минимального порога взноса нет, я уже говорил об этом, что 99,9% будет направляться на инвестиционную часть и лишь чуть меньше 1% будет направляться на страховую часть. Никаких ограничений нет, гражданин сможет вкладывать любую сумму, но обращу ваше внимание, что лишь начиная с 10 миллионов можно будет инвестировать свои средства в закрытые паевые инвестиционные фонды. Если же ваше владение меньше 10 миллионов, то вы сможете инвестировать лишь в открытые паевые инвестиционные фонды. Точнее, вопрос в завершении. В деловом страховании жизни у человека все-таки будет право выбора, да, ПИФа? И, кстати, как этот выбор сделать все-таки, чтобы получить максимальную прибыль? Ну, это такой очень интересный вопрос, потому что, конечно же, очевидно, что рискованность, с одной стороны, прибыль, к сожалению, всегда имеет определенную корреляцию с рискованностью. Чем выше прибыль, тем обычный инструмент рискованней. И самые безрисковые инструменты, к примеру, облигации, они обычно дают пайщикам наименьшую прибыль. Однако сегодня из-за высокоключевой ставки даже облигации приносят высокую доходность. Поэтому я бы, честно говоря, не гнался бы за высокими прибылями, а больше смотрел на более консервативные средства размещения, которые все-таки дают гарантированный доход. Потому что в любом случае, чем меньше риск, тем больше уверенность в том, что средства будут в полной закрепции. Спасибо, Александр Владимирович, за коне о долевом страховании жизни, которое вступит в силу в следующем году, мы говорили с сенатором Александром Шендеряком Житковым.